Всем привет! У меня сегодня лучезарная модель. Надеюсь, такой же красивый будет макияж. Тонер. Я всегда тонером с дисками работаю. Вот такая техника, японская, кстати, когда вы 5 аппликаций, 5 дисков используете, шлифуете лицо, дает потрясающий эффект. Если хотите, расскажу. Используйте праймер. Он великолепен. У него хороший ингредиентный состав. Он не только выравнивает кожу, он за ней ухаживает, действительно сглаживает поры и работает на улучшение цвета лица. Можно использовать самостоятельно, либо под тональный крем. Далее я использую консилер. Консилер тоже моего бренда. И посмотрите, как он красиво шлифует подглазное пространство, века и, конечно, стирает поры. Их просто становится абсолютно не видно. Я это средство то люблю, то ненавижу. В данном макияже я его почти ненавижу. Но это гель, броу-гель от Анастасии. В нем действительно есть и преимущества, и недостатки. И не ко всем бровям этот гель идеально подходит. Вот здесь я намучилась. Брови жесткие, и все. И он перестает работать. С бровями после ламинирования он, конечно, прекрасен. Но, с другой стороны, с бровями после ламинирования все гели справляются. Я потом в конце забегаю вперед, исправлю эти брови другим гелем. Так что ожидайте. Там тоже гель и тоже неотшик. Я обожаю прорабатывать подбровное пространство светлым консилером. Для этого использую седьмую кисточку в коллаборации с моим именем. Это лимитка в бренде Шик. И она действительно очень классно вычищает, дает плотность продукту. И красиво, очень красиво работает. Кремовые тени 0,5. Мне кажется, любой смок с этими тенями великолепен в качестве подложки. Они шикарно тянутся. Я люблю использовать любые кремовые тени для создания подложки. Потому что на кремовых тенях тени раскрываются красивее. Стойкость усиливается. Ну и вообще это выглядит и в работе более эстетично, и в финале более гармонично. И нет прозрачного фона у сухих теней. Потому что кремовые являются хорошей качественной подложкой. Прорабатываю не только верхнее веко, но и нижнее сразу. Пока не закрепляю даже тенями. Посмотрите, у меня тени не скатываются, лежат хорошо и работают также отлично. Тенями вычищаю уже подбровное пространство. Заполняю макияж. И я очень люблю прорабатывать край тушевки нашей скульптурирующей пудрой. Потому что она, конечно, вводит макияж тени в кожу идеально просто. Добавляю бронзовые тени. Здесь лучше всего использовать, конечно, мягкую кисточку. Либо имитацию белки, либо имитацию кашмирской козы. Либо кашмирскую козу, либо премиальную козу по типу таких премиальных ворсов. Либо козу, но, вот как я сейчас использую, но не сильно придавливая кисть, легка касаясь. Вот тогда легкие воздушные тушевки у вас обеспечены. У нас немножко есть нависание на веки, поэтому я достаточно высоко выхожу в прорабатывание орбитальной линии. Для того, чтобы макияж смотрелся гармонично, на яблочко я выкладываю сияющие тени пальчиком. Я вообще люблю прорабатывать сияющие тени пальцем, потому что так я чувствую, так я хорошо переношу, так я хорошо втираю сияющую тень, спаркл. И он таким образом лучше держится. По ресничному краю, конечно же, я прорабатываю каялом. В данном случае я взяла битерсвит, это 0,2 каял, им красиво прорабатывать внутренний уголочек. И при таких макияжах слизистую я не всегда прорабатываю, а прорабатываю межресничку нижнего века в том числе. И тогда глаз будет красивый, открытый, макияж легкий, свежий, не будет перегруженности. Вот этого никогда не хочется, поэтому я как бы между ресничек ставлю карандаш и прорисовываю, как будто затемняю место выхода реснички из века, делая такую густоту. Ну и конечно, либо это Солар, либо это Калипсо, два красивейших, наверное это Солар, два красивейших карандаша, которые невероятно украшают любой макияж, особенно с зелеными глазами. Ну вот он на помощь пришел, клей от NYX, хотя к нему у меня, мне кажется, еще больше претензий, он оставляет белый след, но вот за счет щеточки, такой вот очень удобной, он хорошо выкладывает жесткие бровинки. Главное приноровиться к нему, чтобы он не давал вот этого белого, невкусного, некрасивого налета. Иногда на некоторых бровях прям получается это ужасно. Нижние ресницы в смоке я прокрашиваю всегда очень активно, раза на два. Наша тушь идеально работает с нижними ресницами, действительно делает такие очень густые, плотные ресницы нижние, ну и конечно же верхние. Когда вы сами прокрашиваете верхние ресницы, поджимаете реснички вниз, опуская их на щетку, и тогда вот вау-эффект приподнятых ресниц будет фантастический. Дополняю немножко тона, подчищаю макияж. Я не делала еще скульптурирование, буду его делать сейчас. Я не знала, как у меня подсыпятся тени, я работала абсолютно новыми, поэтому вот такая техника, она вполне имеет место быть, когда мы макияж лица заканчиваем в конце. И здесь я прорабатываю, делаю скульптурирование, мне очень нравятся продукты кремовые, и они на коже смотрятся великолепно, особенно в таких легких макияжах. И кремовыми продуктами легче втушевывать продукт друг к другу, распределять его на коже, делать его воздушным, невесомым, легким, и делать качественную при этом коррекцию лица. Поэтому попробуйте, если вы еще не пробовали, работать не только с сухими продуктами, но и кремовыми. С сухими мы будем это все втушевывать, вычищать, шлифовать. В общем, сухие продукты тоже, конечно же, будут, но я чаще всего в коммерческих макияжах, в бьюти-макияжах делаю предкоррекцию кремовыми продуктами. У нас широковатый носик, вернее, широко посаженные глаза, поэтому коррекция носа от брови, она нам нужна, при этом я не хочу затемнять внутренний уголок глаза, чтобы собрать глазки, а именно через носик буду скульптурировать. Не обращайте внимания, что сейчас такая достаточно яркая полоска. Я буду делать потом фото, и мне на фото очень нужно маленький, такой скромненький носик. Это скульптурирование мне поможет сделать. Я его потом почищу, в любом случае, сухой коррекцией, и будет не так заметно. Но поворчать вы можете, конечно, что я нарисовала нос барундука, усы и так далее. Комментарии абсолютно приветствуются, и чем их будет больше, тем это лучше продвигает мой канал. Поэтому я готова. Ругайте меня. А вот сейчас я вычищаю, высветляю и шлифую пудрой лайт. Мне нравится этот прием. Никакой другой пудры я этого не делаю, всегда работаю только через лайт. И вот бронзер, который, спасибо, что вы так любите, я использую всегда, и им вычищаю, и затемняю, и шлифую наши места скульптурированием. Хайлайтер наношу. И даже после всего прочего я могу спокойно пройти остатками с тоном, вычистить и смиксовать все продукты. Мэйбелин, моя лучшая подводка, вообще не встречала я еще такой подводки, которая бы и мне ее заменила. Лореаль, да, похожа, но все равно не такая. Не знаю, вы знаете или нет, мэйбелин уходит из России или нет. Буду сильно жалеть и сожалеть. Карандаш Верона. Он, наверное, самый универсальный, потому что он нюд, но при этом с розовым подтоном. Очень красиво работает на практически всех цветотипов, если вы хотите сделать объем губам. И опять я возвращаюсь к нашей потрясающей 07 кисточке в коллаборации со мной. Мой бренд со мной сколлаборировался, такое бывает. И я сделала такую прям суперлимитку очень красивых работающих премиальных кистей. Кто собирает кисти, всегда ждут выхода этих новинок. И вот эта седьмая оказалась для меня такой рабочей, что я ее прям оставила себе штук 10 в работу. Мне они нравятся очень. 104-я помада Ньют Беж. Хайлайтер 0,2. 0,2 я больше всего люблю. И он такой подходящий всем цветотипам. Самый универсальный. Светлый 0,1 меньше всего использую, потому что белянок не так много у меня. Либо я загораю их макияжем. А вот 0,3 очень красив в макияжах глаз, потому что у него розовый такой подтон, прям ярко выраженный розовый подтон. Здесь я спарку наношу для того, чтобы на фото и на видео прям вот это яблочко сияло. Прекрасный макияж у нас получился. Надеюсь, вы его оцените. Если он вызвал у вас какие-то возражения, пишите так же. Мне будет очень важно и очень приятно прочитать каждый ваш комментарий. Спасибо огромное. До встречи в следующий вторник и четверг.